Приветствую, дорогие друзья! После вступления на территорию Восточной Пруссии и Германии, Генералитет Советской Армии допускал вывоз в Союз различных трофеев, в том числе и крупногабаритных автомобилей, мотоциклов, мебели и антиквариата, музыкальных инструментов, рояли, пианино, дорогой посуды, картин, скульптур. У простых солдат и младших офицеров таких возможностей не было, но и они старались привезти домой из Германии какие-нибудь сувениры на память. И в этом видео я хочу рассказать о самых востребованных немецких трофеях. Начнём с трофеев сугубо мирного, гражданского назначения – велосипеды. Командование Вермахта было буквально помешано на быстроте и мобильности. Для их обеспечения привлекались все возможные средства, любая техника, в том числе и велосипеды. Специально для Вермахта немецкая промышленность в конце 30-х годов выпустила около миллиона велосипедов. Ещё 2 миллиона было конфисковано у населения оккупированной Германии стран. Вплоть до 70-х годов голландские футбольные болельщики во время матчей своих команд с немецкими скандировали с трибун «Верните мой велосипед». В 1945 году этих двухколёсных трофеев скопилось на складах советской армии столько, что их буквально некуда было девать. Поэтому велосипед стал доступен в качестве трофея очень многим бойцам. Откручиваешь оба колеса и руль, туго перевязываешь их вместе с рамой, складываешь двойной мешок и посылка домой. Готово. Советских солдат часто обвиняли, что они порой отбирали велосипеды у мирного населения. Даже есть скандальное фото, суть которого совсем иная. Но на деле хватало армейских велосипедов, поэтому никакого смысла их отнимать у мирных жителей, рискуя попасть под трибунал, не было. Часы. Знаменитую на весь мир фотографию Евгения Халдия, знамя победы над Рейхстагом пришлось ретушировать, потому что у советского бойца Абдул-Хакима Исмаилова часы были на обеих руках. Лишние решено было замазать. Но так в 1945-м ходил не один Исмаилов, а многие бойцы советской армии. Потому что часы немецкого и швейцарского производства были для каждого солдата просто идеальным трофеем. Качественные, реально имеющие большую материальную ценность и занимающие совсем немного места. Зажигалки. Во время войны курящими было большинство солдат, как советских, так и немецких. Бойцы Красной армии быстро оценили по достоинству качество немецких бензиновых зажигалок. Они стали еще одним популярным сувениром, и себе на память, и в подарок кому-нибудь. Зажигалки вообще занимали минимум места, их можно было хоть 10 штук положить в вещмешок. Бритвы и перочинные ножи Золинген. В Красной армии, в отличие от русской императорской, усы, а тем более бороды, категорически не приветствовались. Поэтому солдаты и офицеры регулярно на передовой, по мере возможности, брились опасными бритвами. Попробовав сделать это трофейной немецкой бритвой, другой они уже и не хотели. Отличная сталь, и бреет просто замечательно. Особенно ценились те, что с клеймом Золинген. Так же, как и перочинные ножи, отличный сувенир, нужная вещь в хозяйстве, и места, опять же, очень мало занимает. Гармошки, фотоаппараты, аккордеоны. Мало кто из советских солдат брал губную гармошку, чтобы потом на ней действительно играть. Этот трофей был просто сувениром на память, подарком для ребятишек. Фактически единственный музыкальный инструмент, который мог себе позволить взять простой солдат. Хотя некоторые умудрялись привезти в Союз и немецкий аккордеон. Как правило, этими людьми были заядлые гармонисты. Трофейными немецкими фотоаппаратами тоже мало кто собирался в дальнейшем пользоваться по назначению. Для фотодела той эпохи требовалось ещё немало другого оборудования. Но в качестве сувенира, ценного подарка или просто для продажи немецкая фотокамера подходила идеально. Иглы для швейных машин и патефонов. После войны была популярна и солдатская байка про бойца, который привёз из Германии целый мешок иголок для швейных машин и, продавая их, буквально золотился. Конечно, авторы этой истории просто выдавали желаемое за действительное. Хотя частица правды в ней, разумеется, есть. Иглы для швейных машин действительно были в Советском Союзе тех лет большим дефицитом и стоили хороших денег. Тяжёлую и громоздкую швейную машинку просто солдат не имел возможности вывезти из Германии. А вот иголок для неё, пожалуйста, столько, сколько мог найти. Менее нужными в хозяйстве, но не менее дефицитными были иголки для патефонов. Поэтому их тоже некоторые прятали в свой вещмешок. Ткани, одежда и обувь. В конце войны советским солдатам и офицерам разрешили отправлять из Пруссии и Германии посылки домой. Один раз в месяц, до 5 килограмм солдату и до 10 килограмм офицеру. Никакого грабежа мирного населения не было, это жёстко пресекалось. Так же, как и мародёрство. Вещи в основном приобретались на толкучках, деньги в конце войны у советских солдат уже имелись. И они были там основными покупателями. При этом явно поношенные вещи начальством осуждались. Негоже, мы не какие-нибудь румыны, только новое. А немецкие ткани добротного качества очень ценились и вполне заслуженно. Их советские мастерицы принимали и пускали в дело с большим удовольствием. И в заключении, хотелось бы сказать пару слов о популярном у советских бойцов трофейном оружии. Одним из самых лучших вражеских трофеев считались немецкие пистолеты. В советской армии таким табельным оружием обеспечивались только офицеры. В вермахте пистолеты были также у многих артиллеристов, танкистов, пулемётчиков, водителей. Трофейные парабеллумы, люгеры, вальтеры были заветной мечтой советских бойцов, а также всевозможных корреспондентов и кинооператоров. Разумеется, после войны всё оружие подлежало сдаче, но некоторые отчаянные люди утаивали свои трофейные пистолеты и привозили их домой в качестве военного сувенира. В отличие от парабеллумов и вальтеров, трофейные немецкие пулемёты брали не на память, а для того, чтобы использовать их по прямому назначению. Советским бойцам они нравились за надёжность, а также за то, что были легче Максимов и Дегтярёвых. В последние годы войны промышленность Германии выпустила огромное количество гранатомётов. Правда, по самым скромным подсчётам, не менее половины из них было захвачено наступающей советской армии. Наши солдаты-офицеры с удовольствием использовали это оружие. Оно не только было эффективным, из него ещё и интересно было стрелять. Наш знаменитый военкор Василий Иванович Чуйков, он же генерал Штурм, после войны вспоминал, что бойцы его армии буквально были влюблены в эти фаустпатроны, выменивали и воровали их друг у друга, и успешно использовали их в бою. Штурмовые инженерно-сапёрные бригады применяли самодельные пусковые установки, которые одновременно стреляли 6-12 фаустпатронами, разрушая мощное укрепление врага. Требуя достойное поведение от солдат, некоторые генералы и старшие офицеры так увлеклись процессом добывания трофеев, что после войны стали фигурантами громкого трофейного дела и сменили генеральские мундиры на лагерные спецовки. Но это уже совсем другая тема. Кстати, цветная киноплёнка, на которую был снят парад победы, тоже была трофейной. Киноплёнка 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 Продолжение следует...